здравствуйте львы ну давайте посмотрим что же вам хотят сказать таро уходящим двадцать втором году не перевернулись будем их учитывать давайте посмотрим это может быть как совет от карт также это может быть какая-то ситуация которую необходимо разрешить давайте узнаем все же что же они вам хотят сказать что-то сегодня прям зачасти льву тузы и дьявол тут у вас прям ну вот смотрите основа эта ситуация очень такая знаете банально до банальности простая работаю и получаю какой-то там да то что заслужил то есть вы по сути сейчас может быть пребываете в таком режиме работу как и называют ремесленный труд спокойно размерен это к чему вы может быть привыкли на что вы подписывались так скажем да то есть такой раб рабочей атмосфере сейчас находитесь по королеве мечей даже если вы женщина да например то у вас в общем так кубочки то под запретом то есть в общем то сейчас максимально организованы все у вас прям может быть кто-то с врачами имеет дело до может работает на результат того чтобы выздороветь тоже может быть также это может быть и конкретный человек вашей жизни там кто-то кто-то заботится о вас либо кто-то вас наставляет на путь истинной работа работой то есть ситуация в принципе стабильная то в данный момент и такая максимально ясная для вас но карты то вы хотят сказать что ближайшее время что-то у вас будет меняться и будет меняться то я бы не сказала что прям знаете и супер как-то вот супер интересные мы вот так даже дьявол конечно в центре меня смущает я не очень люблю этот аркан не по причине того что он знаете какой-то плохой или хороший у нас даже звезду можно перевернуть да и сказать что аркан то ну очень такой холодный да вот безразличный какой-то отдаленный вообще все это расставание нехорошо но дьявол так или иначе все же не так просто его так назвали а он у нас очень двулики даже в прямом положении то есть я вижу что у вас конечно будет возможность на хороший заработок может либо ну какая-то возможность на что-то вот как-то себя проявить потому что туз пентакли это всегда какой-то шанс который нам дает вселенная для того чтобы мы им воспользовались и конечно же получили потом не туз а уже например десятку пентаклей в итоге то через какое-то время но по дьяволу то понимаете вот это даже маленький шансик может у вас как-то покой отнять потому что это же все же у нас наши внутренние такие искушения которые нас могут сложного пути точнее на ложный путь куда-то навести то есть будьте внимательны так как он лежит центре расклада он может говорить о том что есть у вас какие-то такие может быть недостатки какие-то которых вы знаете может быть искушение которые вас смогут также это может быть и знаете и шапоголизм там ну да да такой банальный да какие-то такие там желания потратить больше чем есть вложиться во что-нибудь там куда-то что-то понимаете тут тут у него много знаков на самом дьяволе если вы заметите да и в том числе вот эта пентаграмма в сердце то есть конечно та которая очень часто используется у нас частично да в пентаглях поэтому здесь конечно и денежные какие-то могут быть лете по дьяволу сразу скажу вот чтобы вы себе не надумали это может всегда быть в три раза затратнее по итогу то есть вы захотите может быть что-то во что-то вложить под конец года сейчас а с вас потом три шкуры и сделок понимаете поэтому тут обратный эффект имеет этот аркан с ним связываться я не рекомендую все же вот вы вот находите сейчас в каком-то таком положении да с королевами чей вы с этим пытаетесь вот как-то будет думать и поступать рационально все же этот аркан говорит будущему понимаете да звезда вот здесь вот то есть звезда тоже ведь старший аркан если вы связана что-то с отношениями то есть вы воспользуетесь каким-то шансом и войдете в какие-то новые отношения то возможно прежние отношения у вас уже не будет и вы останетесь одиноки а вот по звезде если в каком-то плохом смысле 10 трактовать если по деньгам то ну как бы звезда это тоже не про деньги да она может быть сулит какой-то выигрыш там или что-то еще, но она, понимаете, это все же больше такой аркан. После дьявола, какой бы аркан не выпал, он всегда, понимаете, подвергается сильной критике, потому что дьявол, он слишком неустойчивый, слишком непонятный. Вот смотрите, повешенный, это все связано, возможно, с какой-то ситуацией, в которой вы сами себя действительно захотите, так скажем, может быть, это может быть даже до банального какая-нибудь ипотека, которая вам сейчас не нужна. Даже вот так это может быть. Либо связь с каким-то человеком, которого не нужно вам это сейчас, но вы себя обяжете. Ну и по итогу, видите, старшие арканы выпадают, конечно, девятка жезлов. Ну вот видите, вам придется по звезде себя отставить, вам придется каким-то образом за себя повоевать. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, даже если вам там обещают большое какое-то там, вы должны понимать, что тут спинтакли, это всего лишь маленький шанс. И воспользоваться им нужно очень грамотно, а не просто, может быть, как сказать, ну как-то извратить что ли это все. Потому что по дьяволу это именно, понимаете, такое извратить. Это не созидать, не создавать, не вкладывать, а именно, понимаете, как-то исковеркать, что-то изменить в нем не так. Будьте внимательны, дьявол он такой у нас, он в каждом из нас. Вот так же, как и что-то хорошее, а так же у нас есть что-то плохое. Благодарю вас за внимание. Конечно, этот расклад у нас получился не на такой короткий промежуток времени, но так или иначе карты хотели вас предупредить именно об этом. Важное, что, наверное, самое здесь, все же, вот центральная карта. Не будьте, не идите на поводу своих слабостей или каких-то пороков, искушений. Вот это, наверное, самое главное, что они хотят до вас донести, потому что итог может быть неопределенный, звезда не всегда хороший знак. А то, что шанс вам будет, да, это 100%, поэтому я вам желаю, конечно же, правильно им воспользоваться. Благодарю вас всех за просмотр. Подписывайтесь на мои соцсети, на мой телеграм-канал и желаю вам удачно провести остаток этого года и хорошо встретить новый.